Поехал попроведать. Сегодня первый день. Кубков Сергей Павлович пасет. Как пасет. Напилась, отлила, пошли бычки. Ну, как тебе пасаться? Нормально. Нормально. Вот как Господь дал. Вот они едят и едят. Вот посмотри, все набегали за день. Так как вечер, так начинаете есть. Я их знаю. А вот корова, вымя какое. То ли больное, то ли такое есть. Бедная. Как она ходит. Больше ветер. Молоко. И все. Но корова во дворе начальник. Витина Ангелина поет. Куплет сзади один. Но корова во дворе начальник. А вон береза какая. Береза какая она. Ширина. Ширина-то у ней какая. О. Купол. Мелочь тут. Где-то тут матушка грибы собирала. Я и не вижу где. А там к лагерю идешь. Там у нас где столб. Да, 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 да. Усып он вообще. Полно. Бычки какие. Коровы разные. Породы какой-никакой нету. Кто на ком женится, никто не знает. Ну и довольны все. Был большой тут екширский бык. Чуть старосту Игоря Барабаша не запорол. В больнице лежал. Он его бодал. Ну и вот и все. Коровы его не выдерживали, падали. Поэтому кто, от кого она погуляется, никто не смотрит. Лишь бы молоко было. Этим заниматься. Он как пчела семена. Даже я видел. Тут никто этого делать не будет. Да мы и не знаем, надо ли столько сил тратить. Вот так. Вот она ест, ест траву. Где она, что у нее там? А как у нее там книжка есть внутри живота. Когда она воду пьет, все это там размокает. Вот молоко, сливки, сливочное масло. Как это так? Черная, говорит, корова на зеленом лугу. Молоко белое, масло желтое. Ох, какие рога у нее. Подденет этими рогами, капут сразу будет. Рога не подпиливают. Нету подпиленных рогов. А кто их будет пилить? Так вот. А то пить лазили. И выями, и все, отмывать надо. Вот они у нее соски. Какие грязные. Ну, видишь. А что сделаешь? Вот оно какое. Грязь сплошная. Ничего не сделаешь. Это мы находимся в поселке Потеряевка. Алтайский край. Такие кивущие. Каждый почти день маленечко. Дождь. А вот столбовая дорога идет. Ну, столбы идут. Эта энергия к нам идет. И вот по ней дальше идти. И там можно увидеть филевышку вкорченную. Вот она. Большая. А если дальше идти, то там элеватор будет видно. Вот так. А это вот уборка. Сейчас я на нем ездил. С одного колоска идет три стебля. В общей сложности около ста зернышек. Ну, тут вроде что-то, что-то я не знаю, не говорили какое-то еще это там. Я прокатился один круг. Все заснял. А вот видишь, выставляется вон. Это листиница одна на всю окрестность. Откуда, кто ее посадил, никто не знает. Кто-то издалека ее привез. Тут жил Масалов Иван Ильич. Теперь мы будем молиться на углу, где молились за это, что хорошо, что убрали. Погода была такая. Вручную. Вручную. Серпом возьмет. Серпом. А потом сноб. И снопы ставились суслон называется. А потом везут, начинают молотить цепями. Цепь на палке. И палкой кого-то на земле лежит, чтобы выколотить зерно. И сейчас смотри, как он идет. Он сидит только рулит. Рулит ли. Пришло сообщение из МЧС по Алтайскому краю с завтрашнего дня резкое похолодание, усиление ветра, дожди, грады. Ну, вот маленько убрал, а там еще, может, не поспела пшеница. Он закончил горох убирать и закончил лен убирать. А это пшеница. Я везде прокатился. на всех уборках. Вот интересно, какой Игорь. Что бы его ни спросил, и дети такие же, никогда, даже секунды не будет молчать сразу. Вот такая-то, такая урожайность, столько пшеничных, такая цена. Он говорит так, он открыто живет, и поэтому они такие приятные. А тут у нас есть, живет, жена не знает, сколько он получает пенсию, прячется. бегать и таится. Сегодня у нас 3 сентября 2020 года, четверг. Вот. А тут вот, где он видит, это Симаковский пруд. Вон там глину видать. Вот. Если весной вода подопрет повыше, то по нашему руслу пойдет, все, сразу заводим рыбу запускать. Хорошо бы окуня достать. Но окунь все пожирает, всю икру у всех. И гальян тоже пакостит. А карась никого не трогает, сам по себе. А они зимой все передохнуты, он живет, он вилл зароется и лежит там. Как он дышит? Говорят так. Есть такая рыба, ротан, она замерзает, как-то ледяшка. И все, бросаю, а потом она живет. Но он сожирает все, что есть. И он такой невкусный, сухой, как скумбрия там. Сколько у тебя всего коров-то? Ты считал? 50 один раз посчитал, второй раз 54. 54, да? Считать знаешь, когда надо? Когда через лох перегоняешь, поднимись и внизу всех их видать. А так они одна другую заслоняют, а внизу, когда этого нету. А Володя там в музее-то столбы меняет в столовой. Ну, еще пока никаких не было никого. Приведем только новых гостей. Я говорил вам это, или Володя одному говорил, что едут корреспонденты к нам. Они хотели 25-го, говорю, нет, 15-го, 16-го будете здесь. Договорились, они возьмут справку от архиерея, что они православные, не на отлучении, и могут здесь быть. Тогда уже не выходить им. Из Москвы и Санкт-Петербурга. Какая-то организация такая, обо мне много слышали. Смотрим ваши, говорит, ролики. Ну, и он не заранее, через кого-то выше, через Вячеслава, а потом на меня. Ну, и... Теренок к велосипеду идет. Глянь, издалека. Запах не нравится, наверное. Он у меня его уронит. Корова заслонила. Вполне понятно, уронит. Ишь, что-то присосался еще. Еще он там нашел. Отошел. Там именно то ли яблоко лежало, то ли еще колеса проверяет. Он малыш, ему все в интерес. Теперь бояться не надо. Пока вот это вот уберут, ну и все потом. Ну, туда загонять-то не надо, там все равно ничего нет. Ну, я поехал домой. Тут сусликов много было. Всегда я ловил. Сейчас ни одного во всей окрестности нет. Ни одного. Причина какая. Травы высокие. Скотины-то нету. Коршунья много развелось. И кошки ходят везде. Ну, и изничтожили их. Много очень иначе грибов. Вот идешь белым-бело. И никто не берет. У тебя подошел. Да какая большая. Вот смотри. Вот ладонь. И какой он. Сейчас я его сломаю. Ну, неправильно, конечно, что ломаю. Надо резать. Вот он какой, шампиньон. И никому он не нужен. Свежий, хороший. Там маленький что-то есть. Вот таких вот полно тут шампиньонов. Вот маленький лежит. Вот так. Вот тут вырезать можно. Шляпка какая. Батюшка у нас берет. Вот трава какая красивая. Как хорошо в деревне. Как хорошо. За стол сядем. Помидоры, огурцы, репа. Репа, брюква. Все это тощишь. Свое. И всякой травы, зелени берешь. А вот этот комбайн, который... Полез все. Говорят, тут готовится. Или на самом деле из Беларуси. Любопытный бычок какой. Бычок какой любопытный, а? Видишь, какой пестренький красивый. Эх, человек, человек. Все будет. Люба, мило смотреть. Мы на это поле мимо проходим. Станем. Три поклона и молитвы совершим. Чтобы Господь сохранил вожа Игорю, Андрею Головальчу и Евгению Долгову с подстепным. Мы от троих молимся. Я все заснял. Все на этом. Вот иду мимо. И все, где грибы. Грибы, грибы, грибы.